honda серии 3 мотор 2 и 4 можно ли ехать на трех цилиндрах можно значит что нужно сделать для этого значит обязательно обязательно нужно снять клемму с форсунки то есть того цилиндра который не будет работать это нужно сделать обязательно свечу естественно оставляем цилиндре потому что будет свистеть и всякую дрянь засасывать вот это делать не нужно то есть свечка пусть будет в цилиндре ну и провод с модуля если хотите то есть провод смотрю зажигания можно снять можно не снимать зависимости от того что у вас произошло вот если сгорел модуль зажигания ну провод скинки модуль тоже можете снять но свечу оставьте и главное обязательно провод с форсунки иначе спасибо так иначе у вас форсунка будет прыскать топливо топлива естественно поджигаться не будет будет лететь в катализатор катализатор у вас раскалится такой степени там все будет догорать что расплавится внутри керамика вот проходили это знаем так что такие вот дела все и так как это все будет происходить значит выбираем время желательно когда меньше всего пробок потому что очень тяжело будет на драйве стоять пробках вот будет возможность значит тогда переключайтесь если долго стоите на нейтраль то что будет колбас сильно машину ну и самое главное значит поставите режим d3 вот иногда будете переходить в пробках на единичку потому что ну вы поймете что мотору не хватает тяги будет вибрации типа кузову вот поэтому тахометр должен находиться где-то примерно 34 то есть не меньше когда-то под горочку если или если разогнались там больше 120 примерно там но 120 то есть можете d3 тогда убрать вот тогда в принципе на трех цилиндрах машина будет тянуть но без резких ускорений просто как бы поддерживать движение вот а так считайте что вот всю дорогу тахометр 34 вот и d3 будет кнопочку вас включена все спасибо